Всем привет, с вами Артем Бёргман и канал Язык Кино. В этом ролике я продолжу тему, как можно научиться снимать кино без киношколы и киновуза. Первый ролик по этой теме можно посмотреть по подсказке или по ссылке в описании. Начнем мы сегодняшний разговор со смещения акцента с визуала на актерскую игру. И тут я вам рекомендую потрясающую книгу Джудит Уэстон, режиссер и актеры. Эта книга это не просто алмаз в золотой оправе, это огромный сундук сокровищ. По сути это единственная книга, которая сосредотачивается исключительно на режиссерской работе с актерами. Именно в кино, а не в театре. Работа с актерами это 70-80% режиссура, ибо без хорошей актерской игры вряд ли можно сделать хорошее кино. Вы можете создать увлекательный киноязык, но если зрители не будут верить игре актеров, то все это будет бессмысленно. Именно поэтому эта книга так ценна. В ней есть описание огромного количества интересных техник по работе с актерами, великолепный разбор сценария с точки зрения актерской игры. Если говорить про все книги по режиссуре, что я читал, то это, пожалуй, самое важное и интересное. Продолжая тему актерской игры, далее рекомендую вам курс Hollywood Camera Work Directing Actors. Это не менее уникальный курс, чем прошлый визуальный от той же самой компании. Он содержит около 20 часов материалов, где есть теория и практика. Автор курса Питер Холмс рассказывает о всем, что связано с актерской игрой, очень глубоко разбирая все аспекты человеческого поведения. Что очень важно, помимо огромного количества техник и полезных советов, есть практические примеры, где режиссер дает те или иные установки актерам, и мы наглядно видим, как меняется или же не меняется их игра. Специально для курса было снято 4 сцены, каждая из которых была подробно расписана и проанализирована режиссерам. В курсе показан путь от кастинга и репетиции до съемок. Вы можете сами увидеть весь процесс работы режиссера с актерами со всеми его пробами и ошибками. Заканчивая тему актерской игры в контексте режиссуры, хочу порекомендовать вам фильмового мастерства актера «Техника Чабок». Несмотря на то, что эта книга написана для актеров, я думаю, что режиссерам она будет не менее полезна. Я вообще думаю, что режиссеру стоит быть достаточно погруженным в понимание работы всех членов съемочной группы, ибо это не только расширяет кругозор, но и дает возможность более грамотно ставить задачи. Поэтому я считаю полезным читать книги по актерскому мастерству, и в случае книги Чабок, я думаю, что этот материал даже более полезен режиссерам, чем самим актерам. Теперь я хочу коснуться темы операторской работы. В одном из своих роликов я говорил, что порой сложно провести грань между режиссером и оператором, и поэтому постановщику очень полезно разбираться в операторском мастерстве. В этой связи я бы особенно отметил курсы оператора-постановщика Шейна Херблота. Вряд ли есть какой-то аналог к курсам Шейна, и даже есть ощущение, что многие другие подобные материалы построены именно на работе Херблота. Оператор в своих курсах учит работе со освещением, но далеко не только в техническом аспекте. Шейн довольно много внимания уделяет драматургии света, что очень редко можно встретить в других подобных курсах. Именно драматургия освещения — это то, что должно в первую очередь интересовать режиссеров в аспекте работы оператора. Курсы Шейна построены на практической работе. Как правило, оператор со студентами воссоздает в павильоне сцены из фильмов, которые он сам снимал. Именно этой практической направленностью так и хороши курсы Херблота. В какой-то мере опыт просмотра этого курса немногим хуже реальной работы с освещением на съемочной площадке. Для режиссера этот курс станет отличным способом лучше понять нюансы работы со светом, чтобы более грамотно ставить задачи операторскому цеху и понимать, сколько потребуется ресурсов для ее выполнения. Теперь я хочу порекомендовать материалы по монтажу кино. Здесь я бы выделил две книги — это «Искусство монтажа Уолтера Мерча» и «Профессия режиссер монтажа» Стива Халфиша. Уолтер Мерч — настоящая легенда звукорежиссура и монтажа трехкратный лауреат премии «Оскар». В своей книге Уолтер говорит о самых важных вещах в монтаже, про которые не так часто говорят в этом контексте. Главной идеей Мерча является то, что самое важное в монтаже — это эмоция. То есть именно то, что ждет зритель от фильма. «Профессия режиссер монтажа» — это сборник интервью с именитыми режиссерами монтажа, которые являются ведущими специалистами в Голливуде. Эта книга содержит огромное количество интересных инсайтов и раскрывает тайны работы в монтаже таких режиссеров, как Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Дэвид Финчер, Дэмин Шезелл, Рон Ховард, Сэм Мендес и многих других. Ну и закончить тему монтажа я хочу курсом Тома Кросса — лауреата премии «Оскар» за лучший монтаж фильма «Одержимость». Это один из лучших курсов, что я вообще видел. Том дает огромное количество инсайтов в совместной работе с Дэмином Шезеллом и разбирает монтаж своих фильмов. Это, наверное, самый известный мастер-класс такого именитого режиссера монтажа, который по праву считается одним из лучших в истории кино. Ну и последним материалом, о котором я бы хотел поговорить, это небольшой мастер-класс по звукорежиссуре Марка Эдварда Льюиса. Этот материал хорош тем, что очень доступно объясняет достаточно технически сложную тему работы звука в кино. Мастер-класс весьма компактный, но вполне может дать представление о работе звукорежиссера и поможет понять, как работает звук. Ну и стать напоминанием о том, что звук также является важным аспектом кино. Кстати, в закрепленном комментарии к этому ролику вас ждет приятный подарок в виде этого курса по звуку на русском языке. Ну и завершая тему звука, хочу посоветовать документальный фильм по волнам искусства звука в кино. Этот фильм не только рассказывает об истории развития звука в кинематографе, но и раскрывает интересные моменты этого аспекта кинопроизводства. Это действительно очень хорошее кино, которое, помимо всего прочего, имеет реальную практическую пользу. Ну и нельзя не сказать самое главное, что в любом случае нужна практика, и без нее тяжело научиться снимать кино. Вполне вероятно, что именно практическая работа — это главный способ обучения. Под практикой я имею в виду не просто съемки, то есть процесс продакшена, но и подготовку, то есть препродакшен, монтаж и другие аспекты кинопроизводства. То есть это все не отменяет тех материалов, про которые я говорил в двух этих роликах. Прежде чем что-то снимать, надо понять, как это сделать самым лучшим образом, и поэтому все эти книги, курсы и другие материалы, что я указал, могут помочь вам сделать что-то воистину увлекательное. Также полезно ходить на другие съемочные площадки, набираться опыта и смотреть, как там работают другие режиссеры и вообще другие члены съемочной группы. Важно самому снимать и набивать руку, а главное не бояться этого делать. Вы непременно будете ошибаться, но воспринимаете эти ошибки как благодарность, потому что они делают вас лучше. Все из нас учились ходить, и ни у кого это еще не получалось с первого раза. Вы падали, затем вставали, потом снова падали, но в какой-то момент вы смогли пойти и делаете это до сих пор. Среди ученых есть мнение, что научиться говорить и ходить – это самые сложные для обучения вещи. Удивительно, не правда ли? Но раз вы смогли освоить эти два навыка, то и с режиссурой уж как-нибудь доразберетесь. Неважно, учитесь вы в киношколе, киновузе или занимаетесь самообразованием. Самое главное – это любить то, что вы делаете и получать удовольствие от процесса создания магии кино, идя по своему пути в режиссуре. Большинство материалов, которые я упомянул, нет в свободном доступе, но все они доступны на моем канале Boosty по подписке Мартин Скорсезе Нультрах. Помимо этих курсов и книг, на канале есть огромное количество других материалов по созданию кино, собранных за три года. Все деньги, полученные с Boosty, пойдут на мой фильм по вселенной Last of Us. Поэтому, если вы хотите поддержать меня как автора, то ваша подписка на Boosty будет лучшим вложением как для вас, так и для меня. На этом YouTube-канале есть огромное количество роликов, сделанных по этим книгам и курсам, описанным выше. И чтобы ничего не потерять и пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайк и пишите комментарии в поддержку этого ролика. Всем вам большое спасибо за просмотр и желаю вам удачи в постижении режиссерского мастерства. Всем пока!